В Курске стартовал последний вид оружия – сабля. На предварительном этапе у девушек было 99 участников по 15 групп. 12 спортсменок вышли из пулов без поражений. Среди них – новосибирская саблистка Александра Афанасьева. В боях за вход в 64 и 32 сибирячка также одержала победы. На этапе 1-16 Афанасьевой предстояло встретиться с Алиной Ключниковой. Спортсменки уже фехтовали друг с другом в этом году на этапе кадетского цикла в Москве. До 14 ударов я уверенно вела, 8-6 на минуте. Ну да, чуть-чуть пропускать начала, у меня есть такое немного пропускать, когда 14 наношу. И все-таки я выиграла ее, и сейчас поэтому я не боюсь фехтовать, настроена на победу. Судьбу же Курского поединка решил один удар. При счете 14-14 Афанасьева пропустила в атаку Ключникову, и та не промахнулась. Петербурженка уже на следующем этапе уступила будущей победительнице турнира Дарье Дрозд. Москвичка и в прошлом году была на подиуме первенства. Тогда Дарья заняла второе место, уступив в финале новосибирской спортсменке Алине Михайловой. И сегодня в решающем бою Дрозду противостояла саблистка из Новосибирска Мария Шумская. На самом деле я ничего не думала, это просто чисто случайно, что Новосибирск попался. И я вообще не думала, что будет точно так же. Ну и не сказать, что легко, но без трудностей. Бронза женской сабли досталась москвичкам Ксении Нероба и Анне Кудряевой. У мужчин так же без неожиданностей не обошлось. Петербуржец Данила Дьяченко, который в этом сезоне ни разу не был даже в восьмерке на крупных турнирах, выбил из борьбы за медали лидера всероссийской системы отбора Прохора Свитича. Дьяченко в итоге занял третье место вместе с Кириллом Тюлюковым. Серебро у Сергея Кочешкова, а победителем стал москвич Никита Преснов. Интересно, что начал свое триумфальное восхождение столичный саблист с поражения в группе. Я в начале соревнований не совсем был готов к тому напряжению, которое меня ждало, но после первого поражения я понял свои ошибки, исправился и отправил меня к победе. Два сабельных золота стали уже шестыми в копилке московского региона. В заключительный день первенства России по фехтованию среди кадетов пройдут командные соревнования. Субтитры создавал DimaTorzok